Ровно в 12 часов понедельника 16 марта Республика перешла в режим повышенной готовности. Ограничительные мероприятия направлены на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции. В Печорец понедельника ввели свободное посещение детских садов и учреждений дополнительного образования. Все школы, техникум перешли на дистанционное обучение. Введен запрет на проведение массовых физкультурно-спортивных и культурно-зрелищных мероприятий. Все профилактические мероприятия в поликлиниках города отменены. Сейчас обслуживание пациентов с признаками вирусной инфекции проводится только на дому. Посещения родственников в стационарах тоже запрещены. На территории Печоры и Печорского района санитарно-эпидемиологическая обстановка благополучная. Случаев заболевания коронавирусами не зарегистрировано. Под наблюдением находится одна женщина, прибывшая из Республики Корея. Состояние ее удовлетворительное. Повышение температуры не отмечается. На сайте Роспотребнадзора опубликовали информацию об одном лабораторно подтвержденном случае заболевания коронавирусом. Вирус выявлен у жителей Сахтывкара, который вернулся из Ирана. Он изолирован, помещен в одноместный бокс Республиканской инфекционной больницы. Имеются рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции среди работников для работодателей. Всем работодателям рекомендуется обеспечить при входе работников в организацию возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, в том числе с помощью установленных дозаторов или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры. Контроль температуры тела работников при входе работников в организацию в течение рабочего дня по показаниям с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным или контактным способом. Электронные инфракрасные термометры, переносные тепловизоры с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания. Контроль вызова работникам врача для оказания первичной медицинской помощи заболевшему на дому. Контроль соблюдения самоизоляции работников на дому на установленный срок 14 дней при возвращении их из стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции COVID-19. Информирование работников о необходимости соблюдения правил личной гигиены и общественной гигиены. Режим регулярного мытья рук с мылом или обработка кожными антисептиками в течение всего рабочего дня после каждого посещения туалета. Качественную уборку помещений с применением Д-средств вирулоцидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручни, перил, контактных поверхностей, столов, стульев работников, оргтехники. Мест общего пользования. Комнаты приема пищи, отдыха, туалетные комнаты, комнаты и оборудование для занятий спортом. Во всех помещениях с кратностью обработки каждые 2 часа. Наличие в организации не менее чем 5-дневного запаса Д-средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников. Средств индивидуальной защиты органов дыхания на случай выявления ЛЕЦ с признаками инфекционного заболевания. Маски-респираторы. Регулярные каждые 2 часа проветривания рабочих помещений. Применение в рабочих помещениях бактерицидных ламп. Рециркулятора воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха. Рекомендуется ограничить любые корпоративные мероприятия в коллективах, участие работников в иных массовых мероприятиях на период эпиднеблагополучия. Направление сотрудников командировки, особенно в зарубежные страны, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. При планировании отпусков воздержаться от посещения стран, где регистрируются случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В зависимости от условий питания работников рекомендовать при наличии столовой для питания работников обеспечить использование посуды однократного применения с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в установленном порядке. При использовании посуды многократного применения ее обработку желательно проводить на специализированных моечных машинах в соответствии с инструкцией по ее эксплуатации. При отсутствии столовой запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате, комнате приема пищи. При отсутствии комнаты приема пищи предусмотреть выделение помещений для этих целей с раковиной для мытья рук, подводкой горячей и холодной воды, обеспечив его ежедневную уборку с помощью Д-средств. При поступлении запроса из территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией COVID-19. В связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший. Сколько продлится карантин, точную дату окончания никто назвать не может. И еще, паника в данном случае совершенно не нужна. Сейчас главное мобилизоваться, четко выполнять указания эпидемиологов, чтобы не допустить заражения этой вирусной инфекцией себя и своей семьи.